Уважаемые коллеги, уважаемые кандидаты в президенты Российской психотерапевтической ассоциации, позвольте начать сегодняшние дебаты, которые, я надеюсь, пройдут интерактивно и с вашим активным участием, и с активным участием присутствующих здесь слушателей, зрителей и зрителей, которые подключены к нам через интерактивную трансляцию. Я предлагаю несколько секунд посвятить регламенту. Первое, что хотелось бы предложить, это рамки времени, поскольку бесконечной наша встреча быть не может, чтобы она была динамичной, я предлагаю ответ на вопрос ограничить рамками пятью минут. Все ли согласны с этим предложением? И дополнение к ответу в рамках двух минут, если позволите. Есть уже поступившие вопросы, и также я предлагаю каждому из участников тоже друг другу задать вопросы. Плюс будут поступать вопросы по телефону, через интернет, и мы тоже предлагаем их включить в повестку дня, в обсуждение. Есть ли какие-то со стороны кандидатов вопросы, предложения? Нет. Хорошо, тогда предлагаю начать, если позволите, предлагаю начать с вопросов из регионов. Есть несколько вопросов, которые прислали из дальнего региона, из города Иркутска. Первый вопрос. Какие мероприятия планируется проводить в случае избрания вас президентом? Это вопрос ко всем трем участникам. Для повышения качества подготовки специалистов по медицинской психологии и врачей-психотерапевтов. Что нового будет в работе ассоциации в случае избрания или переизбрания одного из кандидатов? Дорогие друзья, я хочу приветствовать моих коллег, кандидатов в президенты РПА, участников, наших коллег из регионов. Я считаю, что в случае моего избрания подготовка специалистов будет совершенствоваться, потому что, как вы сейчас многие знаете, основное моё сейчас профессиональное место работы, не общественное в ассоциации, а такое связанное с работой, это Институт психотерапии и медицинской психологии имени Бориса Михайловича Карбасарского, который за последние два с половиной года по активной деятельности досоздал новую дидактическую концепцию, которая предполагает погружение участников, подготовки специалистов в интерактивную, дидактическую образовательную среду. Таким образом программы становятся более короткими, более эффективными. Самое главное, что это всё основывается на современном компетентностном подходе, смысл которого получить возможность у человека быть более эффективным после подготовки по отношению к своей профессиональной деятельности, по отношению к пациенту, который его ждёт. Я считаю, что внедрение вот этих признаков, принципов компетентностного образования, которые предполагают и длительные программы переподготовки, которые сейчас проводит Институт, и краткосрочные формы, это даст новый ресурс изменения качества обучения. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Здравствуйте, коллеги, присутствующие, которые нас смотрят в интернете. Ну, что я думаю по поводу улучшения подготовки. Когда мы составляли программу, которая вывешена на сайте, там есть пункты, касающиеся супервизии и разработки программ супервизии, в том числе отдалённой. Мне кажется, что это достаточно актуально для психотерапевтического сообщества, тем более для регионов. Это возможность супервизии по интернету, групповой супервизии, это разработка в рамках Российской психотерапевтической ассоциации системы супервизорской помощи работающим профессионалам, подготовка именно кадров супервизоров, возможность, ну, групповой это понятно, возможность личной супервизии, в том числе с использованием скайпа. И вот в этом я вижу такое одно из главных направлений возможной деятельности РПА. Добрый вечер, уважаемые друзья. Определюсь, наверное, кратко. Мне кажется, что основные моменты в подготовке должны быть уделены совмещению формата удалённого образования и образования на месте. Потому что сейчас достаточно сложно выезжать в регионы, и некоторые регионы являются, по сути, плохо охваченные, скажем так, обменом опытов специалистов при внесении новых дидактических программ. Поэтому это тоже отражено в моей программе. Мне кажется, что приоритетно это создать онлайн-базу, хорошую онлайн-базу видеоматериалов. И постепенно это будет, думаю, что хорошо развиваться. Вот, например, у меня есть такой опыт сотрудничества с проектом Интернистру, очень крупным, психотерапии. Итак, создание интернет-базы, которая была бы доступна для членов ассоциации. Это первый момент. Второй элемент – это модульная система онлайн с последующим тестированием, с последующей возможностью интерактивного доступа. И третий элемент – это, конечно же, возможность интерактивного взаимодействия с помощью онлайн-сессий, в том числе и скайп-сессий. Безусловно, это не исключает, а дополняет важность очного обучения. И мне кажется, вот здесь было бы принципиально правильным для Российской психотерапевтической ассоциации идти по пути сотрудничества и с другими имеющимися ассоциациями, и с государственными учреждениями. Такими, как институт Мечникова, институт Бехтерева, многие-многие другие, московские институты. Почему нет? Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я предлагаю уже подошедшим участникам и тем, кто пришел до начала наших дебатов, тоже подключиться к сегодняшним дебатам. И чтобы сделать совсем интерактивным нашу встречу, предлагаю кому-то из участников задать свой вопрос напрямую, очно. Кто бы хотел задать кандидатам живой вопрос из зала? Кирилл Шарков, врач-психотерапевт, автор ведущего медиажурнала «Психотерапия в России». У меня вопрос всем трем кандидатам. В случае избрания вас на пост президента Российской психотерапевтической ассоциации, какое значение, какую роль вы планируете выделять современным информационным технологиям в развитии ассоциаций, ну и в частности имеющимся и, возможно, вновь созданным медиаресурсам? Большое спасибо за вопрос, Кирилл Сергеевич. Кстати, вот в своей предыдущей речи забыл упомянуть наше взаимодействие и взаимодействие всех участников. С медиажурналом «Психотерапия в России» оно очень важное и очень значимое. Я считаю, что современным медиаресурсам нужно отводить очень и очень важное и большое место, потому что на самом деле на данный момент это очень хороший ресурс для доступа, для супервизорской помощи, и мы можем таким образом укреплять и усиливать институт супервизорства. Первый момент. Второй – это хороший доступ к дидактическим и лекционным материалам. Значительную часть лекционных материалов можно гипотетически было бы посмотреть в режиме онлайн. Другое дело, мне кажется, что нужно немножко разделять доступ для обывателей и доступ для профессиональной аудитории. Итак, ответ очень активный. И со своей стороны я бы поддерживал взаимодействие с основными медиаресурсами, которые возможны, которые не противоречат этике, этичности использования психотерапии и создания собственной базы РПА. Даже трудно что-то добавить. Естественно, то, что я уже говорил, это супервизия, конечно. Это вообще в связь с регионами, потому что сейчас чисто технически, финансово очень сложно приехать. Там в Москву, в Санкт-Петербург. И то, что мы можем предоставить онлайн или предоставить действительно те же в рамках вебинаров, там каких-то записей, разумеется, нужно делать. И сама активность связи как бы центрального условного аппарата РПА и регионов как раз может быть через медиаресурсы. Безусловно, я планирую это развивать, это очень интересно. Другое дело, что в любом случае это какие-то дополнительные факторы, потому что психотерапия все-таки это очное искусство. И здесь любое взаимодействие онлайн или в записи, это в любом случае дополнение, но это очень важное дополнение, конечно, которое нужно развивать. И здесь можно брать примеры западной ситуации, где очень много таких ресурсов и действительно лекционных, и учебных курсов, и каких-то, так сказать, непосредственных, то, что уже говорилось, возможности проходить так называемые модульные обучения онлайн, как хотя бы части этого. Ну и, безусловно, это система супервизия, о которой я уже говорил. Тоже поддерживаю своих коллег в этом подходе. Но, правда, хотел бы сказать о том, что у нас не должно быть такого, понимаете, огульного прямо теперь перемещения в интернет подготовки психотерапевтов. Я считаю, что первое, что должна будет сделать ассоциация, мы создадим все-таки кабинет методический, который будет разрабатывать стандарты подготовки психотерапевтов. Я считаю, что ассоциация должна начать с того, что мы должны сгенерировать свой собственный национальный стандарт подготовки психотерапевта и общий, может быть, по частным вещам. И обязательно там вписать необходимые достаточно различные элементы обучения, чтобы модульная система действительно сочеталась очное и заочное обучение. И в этом смысле, мне кажется, что медиаресурсы, в том числе ваш журнал, Кирилл, мог бы быть важным таким участником этого процесса подготовки специалистов, так называемого сейчас непрерывного образования. Мне бы хотелось сделать такую систему, чтобы регионы, активно работающие в условиях регионального отделения, включающиеся в мероприятия, которые производятся, лекции, семинары, супервизии, клинические и клинико-терапевтические разборы, могли набирать эти баллы по мере работы. И таким образом образовательное учреждение могло бы иметь действительно такую качественную связь с региональным отделением, которое делало бы какой-то такой базу подготовки специалистов. Спасибо большое. Вопрос уже пришедший за несколько дней до начала дебатов. На ваш взгляд, будут ли создаваться протоколы и стандарты по психотерапии? Ваше отношение к ним? И под вашим руководством, как РПА будет влиять на этот процесс и как она будет в нем участвовать? Это вопрос Кремлевой и Владимировной. Да, Владимировна Кремлевна. Сергей Михайлович, может быть, начать теперь? Будем так, по очереди. У меня вообще на самом деле достаточно скептичесное отношение к протоколам и стандартам в принципе и психотерапии в частности. Другое дело, что, к сожалению, во всяком случае государственное здравоохранение на это переходит, и мы не можем это игнорировать, и мы вынуждены реагировать на это. Поэтому в какой-то степени задачу РПА я вижу в том, чтобы вносить как-то больше разума и какой-то адекватности в те стандарты и протоколы, которые делаются, которые принимаются Минздравом. Общественные организации имеют возможность участвовать в этом, и эти возможности нужно шире использовать, потому что существующие стандарты, они многие представлены. В частности, есть хороший сайт Российского общества психиатров, где они часто обсуждаются, и в том числе я принимал участие в составлении, обсуждении каких-то психиатрических стандартов. И там они довольно сильно критикуются. Беда в том, что обычно отсутствуют разработчики этих стандартов, и не очень понятно, кто именно их разрабатывает, или это, так сказать, постфактум выясняется. И вот на этапе подготовки, именно до утверждения, именно ассоциация, если она выступает в виде своей экспертной группы, например, разработчиков стандартов, могла бы вносить туда какие-то совершенно разумные пункты. Это неизбежно, это нужно делать, этим нужно пользоваться. Потому что потом организаторы здравоохранения будут на это обращать внимание. Я считаю, что, что касается, во-первых, протокола введения больных по специальности психотерапия, авторская группа известна, это делалось под моим руководством. Есть проект этого протокола, который сегодня в соответствии с современным законодательством, они и не утверждаются Минздравом. Задача протокола утверждается профессиональным сообществом. Я считаю, что мы вполне могли бы заняться его доработкой. Это просто очень сложный документ, он примерно так около 100 листов насчитывает. Есть его база качественная, нам нужно будет согласовать все-таки взгляд на современную модель психотерапевта. И доработав, я считаю, что в течение года, например, или полутора, мы могли бы его утвердить и таким образом рекомендовать. То есть протокол входит в жизнь после утверждения профессиональным сообществом. В этом плане Российская психотерапевтическая ассоциация имеет все права, она, общероссийское объединение, могла бы стандарт утвердить. Следующим шагом, как мне кажется, была бы очень важная вещь. Я бы хотел и планировал, и буду делать это в любом случае, ну а при избрании президента МРПА, естественно, с включением и моих коллег тоже, мы должны сделать национальное руководство по клинической психотерапии, по использованию психотерапии в медицинской практике, потому что сегодня царит всевозможные различные подходы, но, понимаете, медицина требует каких-то определенных все-таки ориентиров. И вот это клиническое руководство было таким важным шагом для создания такого базы для подготовки специалистов-психотерапевтов. Ну а что касается стандартов, я считаю, что тут я полностью, Сергей Александрович, согласен, мы должны включиться активно в эту работу, требовать участия в этой работе. Тем более, что, насколько я знаю, Минздрав, Институт Сербского, Институт Бехтева, они не отказывают, естественно, в участии. Нам нужно просто создать трудоспособную, работающую группу из нашей ассоциации. Такая позиция. Добавлю, мне кажется, что вне зависимости от того, кто будет президентом Российской психотерапевтической ассоциации, эта работа будет вестись. Мне кажется, здесь навряд ли есть какие-то сомнения. Если говорить про мою позицию, то скажу следующее. Мне кажется, что психотерапевтические стандарты нужно разрабатывать в тесной связке с психиатрами. Потому что все-таки сейчас наступает эра полипрофессиональной бригады, бригадного подхода. И поэтому разработать какие-то стандарты в стиле Баба-Яга против, без учета мнения коллег по цеху, было бы, наверное, теоретически возможно, но практически это было привело к усилению конфликта интересов и к отсутствию слаженности работы. Поэтому вот такой важный, как мне кажется, важный момент разработки стандартов, с учетом доказательной медицины, с учетом мирового опыта, насколько это возможно. Насколько это возможно? Насколько это возможно. Понятно, что это такие перфекционистические ожидания в какой-то мере, но, по крайней мере, в эту сторону хочется двигаться. Я, прошу прощения, маленький комментарий. Я полностью поддерживаю эту идею бригадной модели, но это не только психиатр. Это, в первую очередь, клинический психолог, медицинский психолог, специалист по социальной работе. Это вот главная тройка, которая занимается психотерапией, естественно, по согласованию с другими специалистами, психиатрами и наркологами тоже. Потому что сегодня, как мне кажется, такая, понимаете, инициатива психотерапевтической работы идет из наркологии. Принятые документы нормативные дают ресурс такой вот развития психотерапии. То есть, через реабилитацию в наркологии. Безусловно, соглашусь. И, наверное, я добавлю еще один момент, что достаточно важным элементом является, кто руководит полипрофессиональной бригадой. Есть разные модели. В разных условиях когда-то может руководить психиатр, когда-то психиатр-нарколог, в каких-то случаях психотерапевт. Правильно? И поэтому как раз разработка стандартов в наркологии, в психиатрии и в психотерапии, на мой взгляд, и должны идти наиболее слаженно. Понятно, что это несколько идиллично, но все же. Потому что именно из-за этого, мне кажется, психотерапия плохо, не так хорошо приживается и в общесоматической сети, и в рамках психиатрических учреждений. Потому что мы зачастую непонятны для коллег. И достаточно часто наша работа не подлежит какой-то четкой, ну, не проверке, что ли, а какой-то верификации. Психотерапевт может сказать, вау, я делаю это все здорово, а с точки зрения клинической медицины оказывается, что в течение полугода состояние пациента ухудшается. Или у него отсутствует ремиссия. Ну, не могу все-таки удержаться, Александр Николаевич. Прекрасная тема. Вот я считаю, что проблема того, что сегодня современный психотерапевт не вписывается в реально работающее лечебное учреждение, да, вот с теми настройками, которые сегодня есть, с экономическими требованиями, там, с определенными ограничениями. Это проблема системы подготовки. То есть, мне кажется, что в настоящий момент система подготовки в государственных учреждениях, она, к сожалению, оторвана от интересов медицинской, реальной клинической практики врачей-психотерапевтов и медицинских психологов. Мы должны, коллеги, с вами в любом случае переделать эту систему. И с моей точки зрения, это должна быть точкой кристаллизации этой работы вне государственных учреждений. Мы должны сделать такую систему, которая по-настоящему помогала психотерапевту, вернувшись, быть успешным и в клинике, и в частной, и в государственной. Я боюсь, что это перерастет в дебаты такие более активные, поэтому есть что ответить дальше. Мы можем вернуться к этому. Вернемся. Вопрос, о чем можно обсудить. И все не столь однозначно для меня. Вопрос профессора Кулакова Сергея Александровича. В случае избрания планируете ли вы создать единый реестр рекомендованных РПА методов психотерапии? Что касается меня, я считаю, что, даже почему, и тоже, опять же, я с Александром Николаевичем согласен, что будем мы избраны, нет, и все равно мы будем делать одни и те же вещи. Я считаю, что должен быть реестр психотерапевтических методов научно обоснованных. Потому что я сталкиваюсь, например, с такими вещами, когда мы выезжаем в нетререгионы, например, у меня был такой опыт психотерапии в условиях стационарного отделения психотерапевтического. Дианетический аудитинг плюс НЛП. С моей точки зрения, это недопустимые вещи. Все-таки РПА должна давать некоторую базу, ориентиры хотя бы, потому что все-таки есть методы принятые, в разумных пределах доказанные, обоснованные. Есть принципы научного обоснования психотерапии, разработанные профессором Абабковым и совместно с Майнердом Пере. Я думаю, что мы должны сходить из этих позиций, все-таки какой-то набор подходов, методов предложить, чтобы молодые коллеги, особенно те, кто начинает подготовку в психотерапии, могли бы ориентироваться на определенные все-таки группы методов с учетом их все-таки показаний и противопоказаний, которые сегодня выстраиваются. Это вот всегда моя позиция. Я в чем-то соглашусь с Раэль Каисичем, что через 2-3 шага нам желательно иметь реестр психотерапевтических методов, потому что все-таки психотерапевтические методы, которые не имеют под собой ни теории личности, ни модели заболевания, ни доказательной базы, к ним нужно относиться, по крайней мере, осторожно. Другое дело, что нам, мне кажется, важно не выплеснуть еще с водичкой ребенка при вот таком обсуждении. И при составлении такого реестра мы должны понимать, что будет очень большой конфликт интересов. Например, сейчас большая часть доказательной базы приходится на когнитивно-поведенческое направление. Я его люблю и сам очень часто использую, но я далек от того, что когнитивно-поведенческая психотерапия должна вытеснить все остальное. И поэтому, да, реестр важен, нужен, но подходить к этому нужно с очень большой осторожностью и с учетом использования эффективности психотерапии при определенных нозологических формах. Сергей Михайлович. Я чуть-чуть тогда поучаствую. Мне кажется, что это два-три шага, но это какие-то очень длинные шаги. И сейчас это абсолютно, на мой взгляд, не актуальные вещи. Перед РПА и перед ассоциацией стоят какие-то более насущные проблемы прямо сегодняшнего дня, в составлении реестров психотерапевтических методов. У нас есть пример, мы можем ссылаться же на известные вещи, профессиональной психотерапевтической лиги и комитета по модальностям, который, на мой взгляд, просто смешон. Когда долгое время у них не было модальности арт-терапии, потому что они не могли человека найти, который возглавит. Это не значит, что в России не было арт-терапии, она же нелепость. Она же была, есть и будет. Ну и так далее. Или там, окейн-софия-анализ, который у них есть модальность, это вообще не значит, что этот метод вообще существует, вообще что это метод. Поэтому это какие-то такие, на мой взгляд, игры в песочнице. Это сложный вопрос, каким образом мы оцениваем методы. Есть экспертная оценка, не знаю, двойной слепой и рандомизированной, или это экспертные мнения выбора экспертов, или это там, не знаю, определенный фокус-группы. Поэтому это достаточно сложный вопрос. Другое дело, что, разумеется, ИРПА может выступать как экспертное сообщество с комментариями тех или иных отдельных методов, которые, может быть, получают, ну, как бы, излишнее распространение. Вот то, что говорил Раил Каич, да, в отделении неврозов используются всего два метода, да. Мы можем вот об этом говорить. И это, скорее, более насущно, чем составлять какой-то реестр методов. Спасибо. И позвольте перейти к такой форме вопроса друг другу. Вот, если можно. Пожалуйста, кто кому? Произвольно. Пожалуйста. Ну, давайте я тогда спрошу. Значит, Сергей Михайлович, хотел бы задать вам такой вопрос. Значит, мне кажется, что, значит, сегодня вот, ну, большая проблема психотерапии, как мне кажется, связана, еще раз подчеркну, с моей точки зрения, это система подготовки, значит, не очень адекватная, которая существует, в том числе в постдипломных учебных заведениях. Какую вы намерены работу проводить на кафедре, в частности, да, для того, чтобы эта система подготовки, ну, стала, соответствовала бы интересам профессионалов из практики, из практики. Что можно сделать, что будете? Ну, на мой взгляд, это не имеет мало отношения к Российской психотерапевтической ассоциации, системе подготовки. Я не согласен с тем, что проблемы психотерапии, ну, здравоохранения, если мы говорим о здравоохранении, зависит исключительно или в большей степени даже от системы подготовки. На мой взгляд, ничего подобного. С тем, что, в общем-то, меняется примерно с изменением здравоохранения, плюс-минус там каких-то особых отставаний, я, например, принципиальных не вижу. На мой взгляд, РПА, как общественная структура, должна быть значительно шире, чем те или иные отдельные учебные заведения. И более того, РПА может рекомендовать различные государственные и негосударственные общественные структуры, в том числе, например, кафедры конкретно, или не рекомендовать именно с точки зрения общественной организации. Может быть, это будет общественная аккредитация, например, тех или иных образовательных курсов там и так далее. Если это будет нужно, если общественная организация будет иметь вес у профессионалов, их рекомендации будут иметь вес у профессионалов. Что касается подготовки, то, в первую очередь, это наличие профессиональных кадров, образовательных на кафедре, к чему мы, собственно, с коллегами и стремимся. Это наличие достаточно разнообразного количества этих кадров. Мы не можем, конечно, обхватить 700 методов психотерапии, но те методики, те главные, во всяком случае, магистральные направления, которые представлены, должны даваться на достаточно высоком профессиональном уровне. Вот, на мой взгляд, это главное. Ну и то, что уже говорилось, это какое-то изменение преподавания с учетом современных требований того же дистанционного компонента, той же личной терапии, супервизии и так далее. Вот в этом смысле кафедра, наверное, отстает, по большому счету, и мы планируем каким-то образом здесь быть более разнообразными. Ну а в будущем нас ждет переход на систему аккредитации, изменится система циклов, наверное, будут востребованы более краткосрочные циклы с тем же, с большим объемом дистанционного обучения. Тоже мы постепенно будем менять наше образование под под эти модели. Маловерды, может быть, теперь ваше вопрос? Сейчас я отойду от вашего вопроса. Александр Николаевич, может, ваш вопрос? Ваш вопрос тогда, Александр Николаевич, если возможно. Равиль Николаевич, наверное, к вам больше вопрос. Как вы все-таки в дальнейшем планируете в случае переизбрания своего на пост президента Российской психотерапевтической ассоциации взаимодействия с психиатрическим и наркологическим сообществом? Спасибо. Мне кажется, очень важный вопрос. Вся моя жизнь, она, конечно, была посвящена психотерапии. Я своей стороны, мне всегда казалось, и это подтвердилось практикой. Я считаю, что психотерапия, система психотерапевтической помощи, это даже касается и отдельного учреждения, и ассоциации в целом, и общество, и общество, должны исходить из следующих принципов. Ассоциация психотерапевтов, точно так же, как психотерапевтическое подразделение, должно осознать свою собственную идентичность, осознать свою собственную идентичность, а после этого вступить во взаимодействие на равных основаниях. На равных основаниях. С моей точки зрения сейчас, эти основания требуют пересмотра определенного. Потому что, в частности, как мне кажется, проблема заключается в том, что сегодня государство выделяет колоссальные деньги для развития области охраны психического здоровья. Колоссальные деньги. По некоторым регионам это было видно, что где-то более, где-то меньше. Я сейчас не беру, может, последний год-два. Но все-таки, тем не менее, достаточные средства. И мне очень грустно видеть, что часто эти средства все переходят в психиатрическую службу. При тех идеях, что поскольку все-таки мы рассматриваем, и мы считаем правильным, что в области охраны психического здоровья главный психиатр, как фигура, наверное, он должен быть действительно более старшим партнером, чем все остальные. Но он должен тогда отвечать за качество психотерапевтической помощи. А там очень простые индикаторы. Должна существовать сеть психотерапевтических кабинетов, стационарное психотерапевтическое отделение и региональные психотерапевтические центры в каждом регионе. С моей точки зрения, ассоциация должна включиться в эти отношения и вести переговоры для того, чтобы эти интересы ассоциации и психотерапию реализовывать. Что же касается наркологической службы, то мне кажется, сейчас эта ситуация значительно более простая, потому что существует сегодня указ президента об антинаркотической политике, который предписывает каждому наркологическому учреждению, диспансеру, создавать реабилитационные центры, которые без психотерапии просто не могут. И моя последняя монография, клиническая психотерапия в наркологии, пользуется очень большим спросом, потому что наркологи сами затягивают на свою собственную работу. В этом плане, мне кажется, что это будет такое качественное сотрудничество, но что касается политических аспектов, я считаю, что какую-то работу проводили бы вы, какую-то Сергей Михайлович, мы с вами подбирали бы спикеров и переговорщиков, оптимальных, адекватных под каждое профессиональное сообщество, под каждую профессиональную группу, в том числе при работе с такой сложным объектом, как общественным психиатром. А можно доуточниться все-таки, как вы видите свой алгоритм действий? Что касается алгоритма действий, то я считаю, что у нас должен быть комитет в ассоциации под руководством какого-то опытного человека. Мне казалось, что это мог бы быть Сергей Михайлович, Александр Геннадьевич Кандинский или другой коллеги, который бы занимался специальной выработкой политики по отношению к общественным организациям. Я считаю, что мы должны точно выстроить отношения с ППЛ, мы должны выстроить отношения с ИКПП, с психоаналитической ассоциацией, мы должны выработать подходы по взаимодействию с региональными профессиональными сообществами, с обществом психиатров, с наркологическими ассоциациями, их несколько, и отдельно должны выстроить политику по отношению к государственным учреждениям психиатрической службы и области охраны и психического здоровья, а также мы должны взаимодействовать с Минздравом. Я считаю, что настало время просить, настаивать и отстаивать позицию необходимости все-таки введения в министерскую номенклатуру главного специалиста-эксперта по психотерапии в настоящий момент. Так что вот это будет такой комитет, который создаст эту программу. Я считаю, что она должна быть не быстрой, без всяких там каких-то рывков, она должна быть последовательной и политически обоснованной. Примерно так. Дальше. Так, ну тогда, Сергей Николаевич, вопрос. Как вы считаете, вот Российская психотерапевтическая ассоциация каким образом может взаимодействовать с другими психотерапевтическими ассоциациями, профильными, так скажем, когнитивными, гештальтистскими, аналитическими? Нужно ли такое взаимодействие? Каким образом он может устроиться на ваш взгляд? Спасибо, Сергей Михайлович. Очень важный, мне кажется, и очень значимый вопрос, потому что сейчас, по сути, мы можем наблюдать на каждом сегменте, а это мы можем назвать сегментом рынка, достаточно серьезную конкуренцию между разными ассоциациями. И если мы говорим про роль Российской психотерапевтической ассоциации, то первое, конечно же, взаимодействие с профильными ассоциациями обязательно. И здесь, мне кажется, очень хорошая политика, когда мы предлагаем взаимодействие всем ассоциациям, которые придерживаются стандартов, этических стандартов, и которые ориентированы на клиническую психотерапию. Соответственно, мне кажется, было бы разумно предоставить, в принципе, это и делается, существуют секции. И, например, в рамках одной секции могли бы взаимодействовать совершенно разные ассоциации. И мне кажется, что это было бы очень здорово. Для чего? Для того, чтобы в рамках РПА была такая площадка, где разные ассоциации могли бы договариваться друг с другом. Вот, как пример, конференцию по когнитивно-поведенческой психотерапии, которая проводилась в 2012 году и будет осенью этого года в Институте Бехтерева. Площадка, где совершенно разные ассоциации, разные участники могут встретиться друг с другом, проговорить проблемные вопросы, выработать общую позицию и двигаться вперед. Если я ответил на ваш вопрос. То есть активное взаимодействие. Я могу уточнить, тут все-таки, понимаете, я согласен, что мы всегда занимали такую широкую рамку, и Борисович все-таки такую позицию всегда предлагал. И мы тоже. То есть, естественно, у нас нет какого-то сортировки ассоциаций. Мы хотим, чтобы они просто были профессиональные. А где-то грань, при которой это сообщество еще является внутрироссийской психотерапевтической ассоциацией, а где все-таки это самостоятельная ассоциация. Как мы тут отношения строили, чтобы они друг к другу не мешали, и в то же время не было такого, знаете, какого-то разговора о настоящей деятельности. Как различить деятельность, например, комитета ассоциации или секции, допустим, и когнитивно-поведенческой ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Как это сделать? Нужно ли это разделять? Если в структуре Российской психотерапевтической ассоциации есть секция, в которой представлены по возможности лидеры этих направлений, то уже дальнейшая регуляция идет в рамках секции. Если возникают какие-то конфликты интересов или проблема вырастает выше, то тогда она разбирается координационным советом РПА. Мне кажется, вот примерно такой механизм регуляции. А куда платятся вносы? Вы при таком подходе? Дело в том, что при таком подходе, как мы уже обсуждали в рамках координационного совета, в Российскую психотерапевтическую ассоциацию может быть членом юридическое лицо. Но то, что юридическое лицо член ассоциации, не подразумевает, что все члены другой ассоциации автоматом становятся членами Российской психотерапевтической ассоциации. То есть часть людей может вступить и в Российскую психотерапевтическую ассоциацию. — Спасибо. — Мне просто кажется, что достаточно важна позиция с не такой большой вовлеченностью в политические взаимодействия внутри любого поля, потому что они везде будут. Вопрос сложный. — Я пару слов просто добавлю. Мне кажется, это действительно важный момент. На самом деле, как я понимаю, задача РПА как такой зонтичной организации, она более сложная, чем задача ассоциации, которая фиксируется на каком-то направлении. Потому что понятно, почему люди идут, например, когнитивно-поведенческой ассоциации, потому что они могут получить образование, они могут получить тренинги, они в кругу своих единомышленников. Это, в общем-то, понятно. РПА, которая пытается объединить психотерапевтов разных направлений, соответственно, должна ставить более широкие задачи, не исключающие, разумеется, профессиональной подготовки в рамках того или другого направления. Но, наверное, она рассматривает общие стандарты, взаимодействие с государственными структурами, взаимодействие вот этого бригадного, о чем ты говорил, специалистов. То есть это, на самом деле, более широкий круг и более сложных задач. Но, безусловно, на мой взгляд, мы должны максимально активно сотрудничать с достаточно широким количеством существующих психотерапевтических объединений. Каким образом их выбирать, я думаю, что, на самом деле, профессионалы всегда принимают, какая организация является реальной работающей, а какая такая, так сказать, фейховой или там попсовой и так далее. Здесь, в общем, на 80% мнения обычно совпадают, здесь не будет каких-то проблем. Действительно, если мы вот за политические-то разногласия уйдем, или, скорее, личностные, тогда это будет нормально. Ну, да, ладно. Мы же можем дискутировать. Мы еще вернемся к вопросам друг к другу. Сейчас, если позволите, вопрос из зала. Ерухимович Юлия Александровна, врач-психотерапевт. Вопрос ко всем кандидатам. Первое. Значит, я хотела бы знать, как вы оцениваете состояние организации РПА на сегодняшний день? И второй вопрос. Какие конкретные шаги каждый из вас будет делать в случае избрания его президентом РПА? Где-то 3-5 шагов, если можно, конкретных. Спасибо. Я считаю, что настоящий момент, если говорить о степени, скажем так, организованности Российской психотерапевтической ассоциации, она переживает непростое время. Непростое время. Вот здесь есть объективные и субъективные причины. С моей точки зрения, занимаясь на каком-то этапе формированием методической базы, мы посвящали работу больше в ту сторону. Значит, в настоящий момент создан набор методических документов, значит, около 30 методических рекомендаций, все необходимые и достаточные приказы по оказанию психотерапевтической помощи. В порядке оказания психиатрической помощи есть раздел, касающийся психотерапии. В этом году комитет ассоциации предложил в порядок оказания психиатрической помощи внести документы и материалы по региональному психотерапевтическому центру. И поэтому, вот, можно сказать, что какая-то такая база есть, теперь необходимо, ну, как бы, вот, что ли, заниматься ее непосредственной такой реализацией. С моей точки зрения, значит, ассоциация должна усилить региональную политику, вот, для этого нужно создать специальный комитет, который бы взаимодействовал. У нас сейчас в настоящий момент около больше 50 региональных отделений, реально работающих из них, ну, так активно, не так много, да, то есть, вот, например, Санкт-Петербург можно отметить, еще и от других регионов. Кировской, Кировской, еще около 15 регионов. Мы должны действовать согласованно все, чтобы в каждом регионе появилась вот такая активная группа, которую мы могли бы в этом плане поддерживать. Это второй шаг. Третья важная вещь, мы должны регионам предлагать методические принципиальные подходы. Потому что просто устанавливать контакт с регионом, просто передавая какую-то информацию, там, что, вот, не знаю, там, ну, какая-то очередная отличие, без всякого смысла, она какой-то такой политики в этом плане не имеет. Поэтому должна быть создана, ну, такая система подготовки профессиональных стандартов, вот. Вторая очень важная вещь, это должна быть работа, связанная с подготовкой дальнейших нормативных документов, которые могли бы, значит, развивать, в том числе, значит, такую методическую базу РПА, чтобы каждый человек из региона мог присоединиться, например, через сайт, получить необходимые достаточно какие-то методические рекомендации, там, по своей собственной работе. Это вот такая четвертая вещь, вот. И, с моей точки зрения, значит, должно быть, конечно, значит, какая-то более активная такая работа, связанная с вовлечением в члены ассоциаций людей. Для этого требуется подготовить специальный набор возможностей, которые мы, кстати, уже делали. Где-то 4 года назад мы подготовили, не знаю, там, 10 причин, почему нужно вступать в РПА. Значит, это в какой-то степени сдвинуло положение дел. Нужно делать это более активно. И, в том числе, мне кажется, нужно включиться и, значит, делать регулярные, значит, работу по, значит, оптимизации работы российского психотерапевтического журнала, на которого пока просто не хватает сил. Вот, если мне кажется, что если журнал бы, вот, например, представил себе, хотя бы выходил, допустим, там, раз, например, в месяц, это невозможно сделать в течение этого года, может быть, даже двух, но мы должны к этому, в принципе, к этому стремиться. То, тогда, конечно, положение дел бы улучшилось. То есть, заканчивая вопрос, значит, ответ мой такой, я считаю, что у нас есть серьезная, значит, недоработка по организации работы именно с региональными, значит, структурами РПА и вообще регионами, где РПАшных мероприятий пока не проводится. Спасибо. Давайте я. Значит, на мой взгляд, на данный момент РПА как ассоциация вообще не функционирует. Речь идет именно как ассоциация. Отдельные регионы живут, работают, встречаются там, существуют тельные объединения психотерапевтов. Иногда это делается под эгидой РПА, там, регионального отделения конкретного там города или области. Но к ассоциации это не имеет никакого отношения. Ассоциация – это взаимодействие именно между регионами. Это какая-то взаимосвязь, которая по тем или иным причинам, можно сейчас на этом не останавливаться особо, вот за последние годы фактически отсутствовала. И конкретные пути – это налаживание вот этого взаимодействия и изучение вопроса вообще, что нужно регионам. На мой взгляд, не совсем правильно считать, что вот там, не знаю, в Санкт-Петербурге или в Москве собрались какие-то гуру психотерапии, которые все знают, так сказать, как жить и работать там в Иркурске, в Архангельске, в Тамбове, там, в Оренбурге. Наверное, нет. Скорее, так сказать, я, во всяком случае, посвящу какой-то этап – это выяснению тех нужд, которые есть в конкретном регионе, и они разные. Кому-то нужна, не знаю, методическая помощь, кому-то супервизия, кому-то циклы учебные, кому-то просто нужно, может быть, административно поддержать и так далее. И здесь запросы регионов очень важны. Из каких-то вещей, которые вроде бы понятны, то, что я уже говорил, ну, это супервизия, это, естественно, это какая-то методическая помощь не в аспектах там Минздравовских приказов. Они делаются и будут делаться. Это, кстати, на мой взгляд, не является работой ассоциации как таковой, если кто-то из нас участвует в качестве эксперта, там, подготовив какого-то Минздравовского приказа. А в чем тут ассоциация, да? Это вот я лично, там, меня позвали как эксперта, да. Завтра позовут другого, к ассоциации никакого отношения не имеют. Скорее мы можем пытаться заполнить какие-то лакуны экспертными заключениями РПА или экспертной группой РПА, хотя бы, так сказать, потому что тому же там какому-нибудь региональному Минздраву, да ему плевать на Российскую психотерапевтическую ассоциацию. Но если он видит, там, не знаю, 10 фамилий известных людей, которые подписались под, не знаю, там, нормативы, это бесконечный вопрос, там, нормативы приема психотерапевтического, психологического, Минздрав отказывается, давным-давно известно, вводить эти нормативы, да, тогда, возможно, на какой-то там периферийный Минздрав это окажет воздействие. Вот эти вещи могла бы делать ассоциация. В любом случае я, если все-таки так покороче говорить, буду ориентироваться на нужды конкретных региональных объединений. И тоже очень важный момент, на самом деле принципиальный, ведь на самом деле мы сейчас пытаемся реанимировать Российскую психотерапевтическую ассоциацию, не очень понятно, что из этого получится. Вообще, получится ее реанимировать или нет, и нужна ли она реально регионам, то есть психотерапевтам, там, клиническим психологам, специалистам по соцработе, да, то есть членам РПА. Вот если они действительно увидят нужность и какую-то полезность для себя, тогда нам это удастся сделать. Очерчу свою позицию, она на самом деле будет в чем-то близка. Первое, мне кажется, что, как писал в своем программном обращении, ассоциация нуждается в реанимационных мероприятиях. И около года назад, чуть меньше, когда встал вопрос о том, что будет проводиться очередной съезд Российской психотерапевтической ассоциации, пошло усиление движения. И само по себе, даже сам факт надвигающихся выборов, как мне кажется, является пока положительным, по крайней мере является реанимационным пособием. И, естественно, есть большая тревога, что что будет после выборов. Соответственно, не будет ли это просто такая всплеск, конвульсия и закономерность... Реанимация может завершиться. Да, реанимация может завершиться... Продолжение информации. Да. Так вот, исходя из этого, мне кажется, что основная задача Российской психотерапевтической ассоциации на данный момент – это стать привлекательной для рядовых членов. Особенно и в том числе для региональных отделений. Потому что сейчас достаточно часто человек, кроме оплаты оргвзносов, мало что получает. И это действительно большая наша проблема и достаточно большая наша головная боль. Этапы реализации этого, вот уже кратко говорил, но, в принципе, уже сейчас достаточно большое количество есть видеоматериалов, разным образом отснятых, методических рекомендаций, разработок, которыми целый ряд авторов готовы поделиться безвозмездно. Мне кажется, первый пул – это мы формируем привлекательность для рядового члена ассоциации. Помимо этого, конечно же, попытки восстановить активность в регионах. Следующие этапы работы... Я здесь немножко тезисно, потому что это можно раскрывать очень долго до бесконечности. Следующий этап – это взаимодействие с психиатрическим и наркологическим сообществом. Мне кажется, это очень и очень важная составляющая. Повторюсь, в том, что психотерапия в ряде случаев не понимается, зачастую есть наша вина, как людей, обучающих психотерапевтов, как самих практикующих и зачастую непонятных для специалистов смежных специальностей. Следующий элемент, тоже очень важный – это продолжение и разработка инновационных программ. Например, мы небольшой группой, но очень активно разрабатываем, например, когнитивно-поведенческую психотерапию при параноидном вреде, техники осознанности у эндогенных пациентов, техники осознанности для здоровых людей. И, конечно, хотелось бы, и эту работу мы будем продолжать в любом случае, хотелось бы, чтобы инновационное ядро ассоциации, оно, скажем так, больше сплотилось и двигалось вперед, может быть, даже с некоторым, ну хотя бы наравне с мировыми тенденциями, а в идеале с некоторым опережением. Понятно, что это глобальная задача, но все-таки. Следующий элемент, он звучит как локальный, но, мне кажется, тоже достаточно важный – это адекватное позиционирование как на психиатрических конференциях психотерапии, так и в международном сообществе. У нас, кстати, вот в этом есть тоже достаточно позитивное взаимодействие и с обществом психиатров совместных конференций. За прошедшие годы мы также участвовали в международных крупных конференциях. Это конгресс немецкой ассоциации психотерапии, психиатрии и так далее, на котором более 6 тысяч человек участников, и последний конгресс по когнитивно-поведенческой психотерапии в Иерусалиме. Потому что, мне кажется, очень важно адекватно позиционировать то, что мы делаем и на международной арене. Звучит глобально, но все-таки это так. Коллеги за рубежом, русскоязычные и нерусскоязычные, зачастую говорят, что в России занимаются только расстановками по Хеллингеру, но в лучшем случае гештальтом. И, к сожалению, это мнение ни одного специалиста. Наверное, тезисно так вот более подробно отразил в своем обращении, потому что действительно задач очень много. Первая задача и основная задача – привлекательность для рядового члена ассоциации. И вот здесь согласен Сергею Михайловичу. Потому что при поездках по регионам очень часто слышишь, нам почти ничего не предлагается. – Позвольте тогда у нескольких из кандидатов и прозвучал вопрос по поводу регионов, от регионов задать. Потому что несколько регионов прислали буквально идентичный вопрос. Как в случае избрания Вы предполагаете конкретно помогать развитию регионов и вовлекать их в работу ассоциации? – Ну давайте я, значит, вот что касается моего представления. Во-первых, надо тоже немножко тут уточнить некоторый вопрос. Понимаете, ассоциация как общественная организация, она базируется на региональных отделениях. Значит, специфика нашей ассоциации стояла в том, что на каком-то этапе мы создавали их для того, чтобы начать эту работу, там основывались на инициативе и авторитете главных психотерапевтов. И в частности, в некоторых регионах это действительно получилось сделать. В частности, один из таких примеров качественной региональной политики Сергея Михайловича был в Оренбурге. Это был такой, можно сказать, образец в каком-то смысле региональной работы. Но есть ряд регионов, в которых эта работа и начинается. То есть, по крайней мере, последний ряд лет, я помню, там, некоторые регионы, значит, готовится человек, а мы, значит, у нас, не знаю, там специальная должна быть программа какая-то. Мы сами всегда это делали. То есть, если человек, который попал к нам каким-то образом во взаимодействие, там, на курс какой-то привел, там, на апрельский семинар, значит, на просто, так сказать, с оказией какой-то, то мы обязательно пытаемся рассматривать его как такого некого инициатора вот этой работы в регионе. И мне кажется, что здесь, конечно, требуется такая активная позиция, потому что, понимаете, значит, у вас не должно быть иллюзии, что если мы соберем 10 человек, которые там только-только начинают практику использовать, что они хотят, выйдет, что они ничего не хотят на самом деле, да. И очень часто все наши, так сказать, посылы в регионы и другие, значит, попытки сделать, они заканчиваются не очень эффективно. В этом плане нам нужно, понимаете, не заниматься попыткой, понимаете, создать в Санкт-Петербурге такой цикшепито, который бы, понимаете, развлекал психотерапевтов в регионах. Вот давайте мы вас сейчас увлечем, понимаете, вот давайте сделайте то, а что вам еще сделать? Нет, я считаю, что мы другая позиция. Позиция профессионального сообщества и российской ассоциации, мне кажется, заключается в том, что мы должны людей, которые живут в своем собственном регионе, занимаются профессиональной практикой, да, помочь им, да, оснастить им их инициативу, при котором они возьмут на себя ответственность за психотерапевтическую службу, понимаете, за отношения с, действительно, там, другими ассоциациями и учреждениями и попытаются отстроить свою собственную практику, потому что без этого ничего не получится. И в этом плане мы должны инициировать активные фигуры. Вот это такая принципиальная вещь. Потому что если вы считаете, что нужно, значит, прямо-таки создать какой-то специфический ресурс для региона, откуда он возьмется? В каком смысле? Из этих взносов, которые сдает, значит, там, меньше половины членов РПА, так на эти взносы ничего не купить. И поэтому я считаю, что здесь, в принципе, не должна быть вот такая позиция потребительская, которая, значит, предполагает, что, значит, центральный офис, там, в лице, значит, Еричева, Бабина и Миназирова будут все это делать специально и бесплатно для того, чтобы, значит, вот взять и, значит, как-то развеселить людей, работающих в регионе. Нет, мы должны вдохновить, помочь, да, и активизировать их работу. И вот только когда-то начнет хоть что-то теплиться, да, значит, помогать и взаимодействовать. В этом плане это, конечно, не исключает, значит, наших разных подходов, как бы, да. Но я считаю, что основная позиция должна быть, что в этом регионе должен быть адекватно подготовленный специалист, который по-настоящему идентично себя считает, который идентифицирует себя с психотерапевтической работой. Поэтому, мне кажется, вот это такая важная вещь. Я считаю, что мы должны приложить усилия для того, чтобы разыскивать, искать людей, которые хотят в своем собственном регионе создать условия для развития региональной психотерапии. Спасибо, я все. С позицией поддерживателей лидеров в регионах я полностью согласен, но скорее не согласен с позицией, что мы не должны ничего предоставлять регионам. Как раз мне кажется, что сильная сторона Санкт-Петербурга – это то, что целый ряд коллег работает в образовательных учреждениях, имеет возможность гораздо больше читать современные литературы, чем есть у рядового члена РПА, который целиком и полностью занят в практическом здравоохранении, имеет больше возможности писать, имеет больше возможности доносить это до региональных отделений. И мне кажется, что ключевой момент, повторюсь, это создание и поддержание интересности, но не цирка-шапито, а на основании партнерских отношений, когда да, мы готовы поддерживать, готовы поддерживать разными ресурсами, те, которые у нас есть в наличии, но и с возможностью получать что-то взамен. – То есть это должен быть такой партнерский договор, да, то есть в регионе, скажем, какая-то активная группа берет на себя ответственность, там, делать какие-то шаги своей страны, значит, мы свои. – Партнерский договор, но который не снимает с нас ответственность за центральную координацию действий и за формирование привлекательности ассоциаций для регионов, иначе мы будем постоянно проигрывать. – Но все-таки координация, а не попытка делать что-то за них. – Попытка делать что-то даже за тяжелого больного человека, она априори невозможна, поэтому такие варианты я не рассматриваю. А вот оснастить, помочь начать практическую деятельность, помочь в развитии, да, это очень важно. – Вот смотрите, на мой взгляд, я уже говорил, что, на мой взгляд, регионы разные. И есть хорошо работающие психотерапевты, которых, в общем, чего их оснащать-то? Ну, условно говоря, я там работал в Оренбурге, да не надо было меня оснащать, в общем. Я сам могу кого хочешь оснастить, да, и, в общем, в том числе и Питер, что я, собственно, сейчас и делаю. Да, поэтому как-то вот, да, попытка меня оснастить, или там моих коллег, вызывала бы у меня некоторое напряжение, да. Другое дело, что вот если мы обратимся к истории РПА, это как бы показатель ее проблемности, с одной стороны. Действительно, когда Борис Митчу ее организовывал, ну, это было такое раннее постсоветское время, и он ориентировался в основном на институт главных психотерапевтов. Абсолютно такая советская структура, ну, повторяющая психиатрическую службу. Есть регион, есть главный психиатр, он же обычно главный врач, и вот это такая иерархия, которая сохраняется до настоящего времени. Психотерапия пошла за эти годы по другому пути, можно говорить, плюс это или минус. То есть фактически эта система развалилась. Психиатрия осталась преимущественно государственной, государственной психиатрии почти нет. Ну, там Москва-Питер есть, а все остальное единичные случаи, она как благ государственной, так и есть. Поэтому главный психиатр это фигура, там главный врач в регионе это фигура. Психотерапия во многих регионах совершенно по-другому строится. Есть регионы, где много государственных психотерапевтов, врачей или там клинических психологов. И для них, да, возможно, так сказать, государственная психиатрия, наркология, главный психотерапевт это важно. Есть регионы, где масса часто практикующих структур, которые с государством вообще никакого отношения к нему не имеют. И для них там главный психотерапевт департамента здравоохранения, это вообще привидение. Он им совершенно не нужен. И у них совершенно другие задачи и запросы другие. Поэтому, на мой взгляд, мы все-таки должны исходить из запросов конкретных отделений региональных. А что для них важно? Мы ориентируемся на главного психотерапевта, да, замечательно. Или мы ориентируемся на какую-то действительно группу единомышленников, людей, которые развивают психотерапию в регионах, вне государственных структур. Может быть минимальное взаимодействие с государством. Это разные вещи. И здесь как раз именно то, что я говорю. Запрос идет от того, что нужно конкретному региону. И можем ли мы ему помочь или не можем, это тоже вопрос. А может быть их запрос настолько сложен, что мы не можем им ничем помочь. Или это целое... Опять же, в нашей стране в основном связи-то вертикальные. Соседние регионы просто не знают, что творится у соседей. Потому что у них нет никакой информации. В этом смысле именно ассоциации, как ячеистая такая структура, да, зонтичная, возможно, улучшат взаимодействие между отдельными региональными отделениями. Я могу просто сейчас вспомнить вот Новосибирское региональное отделение, где оно стоит исключительно из частных психотерапевтов, которые инициируют каждый год образовательный цикл. То есть не так, как в государственных учреждениях, да. Каждый год образовательный цикл, а так на протяжении больше 10 лет. Вот хочется сказать с Катями, значит, большое спасибо за это, потому что это очень такая активная позиция. Там больше 20 человек, они этим эту работу делают. Вот так что, если, так сказать, подвести итоги, то получается, что, значит, должен быть создан комитет региональный, так сказать, работы. И, наверное, с каждым регионом нужно действительно сидеть и вот выдумывать. Может быть, наверное, каждый раз паслы будут разные с разными регионами. Вот очень, конечно, хотелось бы, чтобы Оренбург не закончился. Сергей Михайлович, вашим отъездом. А можно про комитет? Да, конечно. Потому что это слово звучит не скрас, я как-то не скрас. Я ловлю нам еще, я хочу этот комитет. Вообще, на самом деле, РПА, вот мы говорили, что это реанимационные мероприятия. Я думаю, ну, мы сейчас проводим перерегистрацию членства. И у меня на данный момент, вот, Светлана, нет, хитрик, исполнительного директора. Сколько человек перерегистрают? Я думаю, что, дай бог, вообще будет 230 человек, на самом деле, всего-навсего, в результате этой перерегистрации. У нас комитет по членству, комитет по регионам, международный комитет, экспертный. То есть, можешь посчитать, что мы такая какая-то структура типа Организации Объединенных Наций, такая с большим зданием в Нью-Йорке, да, и вот там масса всяких разных комитетов, мы так заседаем. На самом деле, очень узок круг этих людей, да, скорее, так сказать, ну, это скорее не комитет, это какие-то направления работы, которые мы должны делать, и именно привлекая людей. Почему там 200 человек? Понимаешь, у психотерапевтов больше. Но 200 человек, это которые подтвердили свое членство, эти взносы заплатили, да, которым не жалко заплатить эти взносы, заполнить там эти две анкеты, да, а всем остальным в регионах, я знаю, там значительно больше психотерапевтов. Они говорят, а зачем нам это надо? Да, у себя мы ходим, да, у нас есть там общество, мы регулярно встречаем, зачем мне быть членом РПА? Что я получаю в конкретном регионе, в конкретной там супервизии в обществе или в группе, да, это понятно. А зачем мне быть членом РПА? Мне совершенно это непонятно. Вот правильно, да, мы должны сделать привлекательные ассоциации, чтобы люди хотели туда вступить, чтобы это было почетно, но это очень длительный путь, на мой взгляд. Ну, и сложно. Конечно. Позвольте вопросы из зала. Сазонова Валерия Алькович, врач-психотерапевт. Член Координационного совета РПА. У меня к вам немножко личный вопрос. Вот что лично вас подвигло для того, чтобы выставить свою кандидатуру на пост президента? Спасибо. Могу я начать. Если честно, то меня подвигла тревога. Тревога, связанная с тем, что сейчас происходит. Я вовсе не рассматриваю свою кандидатуру как идеальную, потому что у меня есть много недостатков и несовершенность политических, как-то сказать, интеракций и многое-многое другое. Но, с другой стороны, то, что происходило и то, что происходит, действительно вызывает мою достаточно выраженную тревогу. И мне кажется, сейчас даже, может быть, не столь важно, кто будет руководить Российской психотерапевтической ассоциацией, сколь важно, чтобы сейчас усилились действия консолидирующие и, повторюсь, реанимационные. Почему не важно, кто будет руководить? Я думаю, что это очень важно. Я имею в виду, что, скорее всего, боюсь ошибиться, но в случае избрания любого из вышеперечисленных президентов, рабочие группы будут в целом похожи. Они будут отличаться в нюансах, но в целом рабочие группы, скорее всего, будут похожи. И скажу больше, что те люди, которые делали и развивали либо отдельные направления, либо еще что-то, они, скорее всего, и продолжат это делать. Ответил на ваш вопрос? Нет. Это подтверждает то, что вы здесь, и то, что вы начинаете по-настоящему дискутировать и полемизировать, говорит о том, что это важный момент. Я не согласен, что это не важно, кто будет. Ну, Олег, давайте я помогу Александру Николаевичу попробовать ответить. Значит, почему я, значит, ей сейчас решил заниматься и выдвинуться? Значит, для меня это очень непростое решение. Я, надо сказать, что история ассоциации вообще для меня, это такая очень, как бы, она лично значимая. То есть, фактически, ведь ассоциация начиналась в Тюмени. Это было по непросредственной моему участию. Первый съезд был в Тюмени. Я тогда был заместителем директора психотерапевтического центра, как и Александр Германович Кандинский, и еще был наш третий партнер Дмитрий Ерейский. Мы Борисовича убедили в том, что надо вот там начать эту работу. Вот, и мы ее начинали и делали. Значит, по мере силы возможности я, так сказать, всегда ассистировал ассоциации, включался в региональную работу, делал то, что было возможно, руководил. И иногда эта работа была, когда мы консервировали ее работу, потому что на каком-то этапе кризиса это было просто невозможно. Вот, и на каком-то этапе, когда я перешел с позицию вице-президента, я ассоциацию нашел в ужасном состоянии, и в частности, там, три года, так сказать, документы пришлось восстанавливать, юридические, там, бухгалтерские, там, да, и все такое прочее. Вот, мне бы, значит, очень бы не хотелось, чтобы эта история повторилась. Поэтому, несмотря на то, что я для себя, для меня это очень сложная такая вот история, потому что мне пришлось сейчас начать новую деятельность, там, да, и место. Вот, мне показалось, что на каком-то этапе, что для ассоциации нужна какая-то настоящая база, должно быть учреждение, которое является опорным учреждением именно ассоциации. И мне показалось, что пришло время новых каких-то движений, потому что, мне кажется, государственные учреждения в настоящий момент, они не в силах совместить свои собственные задачи, которые ставит Минздрав, колоссальной, может быть, силой и высоких требований, как бы, да. И они непрофильные. И в этом плане мне показалось, что нужно создавать психотерапевтический институт, как научно-методическое такое, значит, учреждение, которое будет таким опорником вот для этой ассоциации. И поэтому, с моей точки зрения, личная такая позиция, это попытка, значит, ну вот, может быть, начать эту какую-то работу с новой позиции, значит, да, с новых действий, при, естественно, значит, надежде, что эту работу поддержат коллеги, значит, и партнеры. Вот, и, значит, в этой ситуации я считаю, что я в какой-то степени за ассоциацию ответственен. Поэтому моя личная позиция, это я считаю, что я хорошо понимаю организацию психотерапевтической помощи. Вот, я считаю, что ассоциация должна ставить крупные задачи, то есть мы должны ставить задачи не какие-то мелкие, там, рассылать, значит, бумажки, да, значит, которые прямо как будто бы они там нужны. Мы должны поставить задачу какую-то очень важную. Мы должны взять в свои руки организацию психотерапевтической помощи, раз, второе. Мы должны создать лучшую систему обучения в стране, да, потому что по-другому просто это невозможно, да. И мы должны, значит, действительно усилить региональную политику. И мне кажется, что вот эти вещи, как бы, они меня являются, для меня являются важными. Я считаю, что ассоциация это важнейший инструмент. Нам осталось продержаться немного, вот, а именно сколько. Как только начнется аккредитация, аккредитация, она сменит сертификацию, это будет специфический процесс такой очень важный. Вот, я предвижу наличие необходимости создания еще СРО при ассоциации, саморегулирующей организации, потому что сейчас работает, значит, вот, закон новый готовится в системе, значит, ну вот, федеральный закон. Вот, я считаю, что как только это случится, ассоциация получит дополнительное дыхание. Нам осталось ее продержать, может быть, 2-3 года, но за это время нужно, конечно, вложить в нее душу и попробовать ее сделать. Вот такова моя личная позиция. Понял, спасибо. Да, Сергей Михайлович. Да, на самом деле очень хороший вопрос. Действительно, наши действия, наверное, определяются какими-то личностными причинами, скорее, да, не общественными. Разговор о, ну, условный, условный уже употреблялся, реанимация РПА возник где-то больше года назад. И тогда, когда я включился в эту работу, у меня были одни мотивы, они сейчас изменились, многое изменилось за этот год у меня в жизни. И сейчас, скорее, так сказать, ну, так, той командой, с которой я пришел, с которой я собираюсь реанимировать российскую психотерапию конституцию, я как-то не могу ее бросить, и мы уже находимся в взаимных обязательствах. И если, Александр Николаевич, тревога побуждает, да, то у меня, скорее, грусть. Грусть за психотерапию в целом и за РПА в частности. Что касается личностного фактора, то, к сожалению, сейчас я, наверное, с вами могу согласиться, что в зависимости от того, кого из нас выберут, может быть по-разному. Там комитеты могут быть те же самыми, но сама ассоциация будет работать несколько по-другому, по-разному, существенно по-разному. И на самом деле ничего хорошего в этом нет. Потому что, на мой взгляд, если это нормально функционирующая общественная организация, то она не должна зависеть от человека, который находится в ее главе. Это относится ко всем российским структурам общественным, не только к общественным. И это вот наша беда, что наши ассоциации, они такие лично-центрированные, лидерски-центрированные. Это приводит к тому, что, я не знаю, со сменой лидера или ассоциация вообще разваливается, или они там разделяются, или она умирает, и происходит черти что. На самом деле президент, в частности РПА, должен, разумеется, быть сменяемым. В нашем уставе, в котором мы сейчас живем, этого положения нет. В тех поправках, которые я готовлю с коллегами, мы собираемся внести пункт о сменяемости президента и определенных лимитах его нахождения в должности. И вообще региональных всех, региональных структур, то есть всех выборных должностей. На мой взгляд, это важно. И тогда смена лидеров не будет приводить к тому, что ассоциация там то она замирает, то она расцветает, то она поворачивает в какие-то другие стороны. Это будет такое вот именно целенаправленное движение группы профессионалов, которые разделяют общие какие-то тенденции. Сейчас этого нет, к сожалению. Но этого нет именно потому, что она еще до конца, так я понимаю, не выстроена. Сейчас очень важно, чтобы ее выстроить. И тогда то, что вы сейчас говорите, скорее всего, в жизнь притворится. Спасибо. Вопрос от члена КПП из Перми, из регионов. Ваше личное мнение интересует. Будущее психотерапии в России – это как сейчас отрасль медицины? Или это все-таки приведет психологию в эту же отрасль? То есть психологи тоже будут иметь право называться психотерапевтами? Я могу ответить на этот вопрос. Мне кажется, что де-факто психологи и сейчас очень активно называются психотерапевтами. Можно открыть, набрать в интернете, в интернет-поисковике запрос «психотерапевт». И большая часть специалистов, которые будут обозначены как психотерапевт, являются психологи. Будущее, мне кажется, психотерапия, скорее всего, останется и частью медицины. Но и мне кажется, что хорошо, если профессиональное сообщество, Российская психотерапевтическая ассоциация, будет заниматься не только лечением больных, но и то, что называется первичная и вторичная профилактика психических расстройств. То есть это улучшение качества жизни и улучшение незаболевания людей. Вот это тот пласт, который у нас сейчас, к сожалению, слабо охвачен и гораздо лучше охвачен коллегами-психологами. Мое личное отношение. Я приветствую психокоррекционную работу психологов. Почему нет? Это здорово, это очень хорошо, потому что есть достаточное количество хорошо подготовленных психологов, которые хорошо умеют работать. Но другое дело, что нам очень важно понимать, хотя есть и другие, понимать взаимодействие, как оно будет происходить. То есть бригадная форма помощи. Если психолог работает самостоятельно, то с кем и как он работает самостоятельно? Потому что за последние годы мы видим совершенно четкие, однозначные попытки психологического сообщества в глобальном смысле. А занять блок психотерапии. По крайней мере, закон о психологической помощи активно, который не принят, который прорабатывался, очень активно этому способствует. Итак, хорошее взаимодействие с психологами и привлечение их преды членов Российской психотерапевтической ассоциации важно и нужно. Но, скажем так, тех людей, которые ориентированы на хорошие стандарты и имеют должную подготовку. Не 100 часов, где-то как-то. Я считаю, что в нашей стране, как и в других странах мира, будет существовать две модели психотерапии, как это есть сейчас. Существует психотерапия, ну, как бы, скажем так, большая, это такая большая гуманитарная область, где вопросами психотерапии и применения методов может заниматься медицинский психолог, социальный специалист, философ, какой-то консультант. Между прочим, коучинг, это тоже, так сказать, там на две трети, это просто психотерапия, не клиническая. И она, конечно, будет развиваться, будут, значит, там развиваться все эти направления. А вторая психотерапия, это психотерапия медицинской модели, которая предназначена для лечения расстройств. Для лечения расстройств. Они будут разные. Одна из моих задач, я считаю, что, может быть, сейчас ее, пока, может быть, сейчас ставить не очень вовремя, но мне бы хотелось, чтобы появилась наука медицинская, чтобы появилась наука психотерапевтическая, такая же, как медицинская психология, с двумя краями, значит, медицинские науки и психологические науки, например. В этой ситуации мне бы хотелось, чтобы вот на этом этапе сейчас все-таки психотерапевт назывался только врач. Назывался только врач. Потому что сегодня возможности у медицинского психолога, настоящего хорошо подготовленного специалиста, это люди, которые заточены под работу, в частности, психотерапии. Более чем достаточно. Потому что когда мы говорим даже про медицинскую модель помощи, то там предполагается, что это бригадная форма оказания. То есть в основном в нашем приказе, в 438-м, о психотерапии, там три специалиста представили. Врач-психотерапевт, медицинский психолог и социальный специалист. То есть они все три занимаются психотерапией. В частности, мы прорабатывали этот вопрос, и я участвовал активно в этой позиции. И, собственно, это наша вот такая позиция была. Психолог в медицине, в медицинской системе занимается участием в психотерапии. То есть не коррекция, не какая-нибудь психологическая поддержка, а именно участие в психотерапии. То есть он проводит психотерапевтическую интервенцию, но только, естественно, в контакте, взаимодействии с врачом, потому что диагноз клинический ставит врач. Почему я сегодня вот на этом этапе развития и сообщества, и, может быть, психологической грамотности, против того, чтобы психологи называли себя психотерапевтами. Просто поймите, пожалуйста, люди, которые обращаются к психотерапевту, они часто обращаются за лечением. За лечением. И вот пока мы не добьемся того, чтобы гуманитарный профессионал, гуманический профессионал, психолог, другой специалист, включаясь в психотерапевтическую работу, заполнял контракт, где будет написано, это не лечение, а помощь, до этого этапа мы не должны людям морочить голову. Потому что часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда вот такой одиночный специалист считает, что он психотерапевт, а пациент считает, что его лечат. Понимаете? Вот в чем проблема. Но, к слову сказать, медицинские психологи и клинические психологи практически этим не грешат. Это в основном психолог, который выучил какой-то метод и считает, что он теперь психотерапевт, скажем, там, когнитивист, например. Прошу прощения. Или гистальтист, или там психоаналитик, или там, значит, арт-терапевт. Ну, тогда я тоже откомментирую. Я вообще хотел воздержаться после, Николаевич, потому что мне было добавить, но с Раэль Каевичем мне хочется посмотреть. Значит, на мой взгляд, ну, нельзя отрицать очевидное, психотерапией занимаются различные специалисты на данный момент в России. Врачи, психологи, философы, специалисты по соцработе, волонтеры, люди без образования и прочее, прочее. То есть надо различать специальность, специальность – это юридический термин. Врач-психотерапевт – это специальность в психиатрии. И область деятельности. Область деятельности в психиатрии, там работают разные специалисты. И в РПА, кстати говоря, по уставу включают разных специалистов – врачей, психологов, специалистов по соцработе, и по уставу и других специалистов, прошедших обучение. Если он прошел обучение по психотерапии, он может быть членом РПА, равноправным членом наряду с врачами. Я не вижу здесь особых проблем. И, соответственно, психолог, конечно, занимается, участвует он в психотерапии Да, он занимается в психотерапии, да, что он участвует? Опять же, если мы говорим о бригаде, это государственная структура психиатрической, там, наркологической больницы В частном кабинете, когда я один на один с клиентом, какая там бригада? Вот я провожу психотерапию Если я нормально подготовлю, я прошел определенные часы И РПА, кстати говоря, может в том числе рекламировать и следить за тем, чтобы там члены, которые вступают в РПА, проходили соответствующее количество часов Это вот отдельный вопрос, да, вот мы собираемся приступить к ступенчатому членству и так далее Ну, я не могу не откомментировать, ну, конечно, психотерапия это не наука Вот медицинская психология это наука, а с методологической точки зрения, на мой взгляд, психотерапия наукой не является и не может быть Но это не относится к РПА, это так, научный спор Буквально одно слово добавлю, если позволите Вот это как раз связано с предыдущими нашими обсуждениями Очень хорошо, если будет ступенчатое членство и когда человек продвигается по этому пути И присутствие его на сайте будет являться определенным гарантом качества Я тоже буквально пару слов по поводу Сергея Михайловича До тех пор, пока психотерапии не будет наукой, я считаю, что у нее оснований более чем достаточно Потому что мы делали экспертизу специально научную в этом плане Там есть основания, поверьте, стать наукой больше, чем у физиотерапии И до тех пор, пока мы будем считать, что это просто отдельные методы, как Сергей Михайлович говорит Она не будет развиваться Потому что врач-психотерапевт в Российской Федерации Это человек, который претендует на возможность быть лечащим врачом конкретного пациента И вести его, как человек, который оказывает принципиальную помощь В психотерапии есть свои достаточные классификационные характеристики Сходные с медицинской психологией, но абсолютно различные одновременно с этим Сходные с психиатрией и различные И в этом плане медицинская психология не идентична психотерапии Потому что лечение не может проводиться без диагноза В этом плане психотерапевт, в отличие от медицинского психолога Они проводят разную интервенцию, по сути Каждый из них может проводить психотерапевтическую интервенцию, только с разными смыслами. Врач-психотерапевт это по отношению к клиническому диагнозу и болезни. Психолог может только заниматься либо в бригаде вместе с врачом, либо все-таки у него другие задачи, которые касаются каких-то вопросов улучшения психологических функций. Это принципиально разные модели. Мы эту тему уже прорабатывали. Я думаю, что возможно стоит к ней вернуться, потому что она действительно вызывает вопрос у коллег. Позвольте, сводный вопрос. Несколько регионов его задало. Несколько регионов? А может, скажите, какие регионы? Вы можете услышать себя. И Иркутск, и Самара, и из Москвы. То есть сразу несколько человек и в смс-ках, и в электронных сообщениях. Вот мне сейчас приходится их зачитывать. Спрашивают о вашем отношении к тому, что не был принят закон о психологической помощи. В связи с чем это произошло и как вы к этому относитесь. И одновременно к дебатам по поводу расширения функций клинического психолога. Возможно ли ему юридически измениться в статусе и стать психотерапевтом? И ваше отношение к этому? Прекрасно. Давайте я. Значит, отношение к закону о психологической помощи у меня сложное. Значит, я считаю, что закон нужен, что эта деятельность должна регулироваться законодательно. Как и психотерапия. Закон о психологической помощи, в свое время закон о психотерапевтической помощи, на мой взгляд, должен быть. И та идея, что нужно дополнять закон о психиатрической помощи, включать туда психотерапевтические статьи, на мой взгляд, ошибочно. Другое дело, что тот закон, который не был принят, в общем, и слава богу, что он не был принят, потому что ничего хорошего в нем не было. Он был очень сырой, он был непроработан, он был внутренне противоречивым. Он включал, так сказать, массу таких спорных последствий, довольно тяжелых для психологического сообщества и для психотерапевтического. И обсуждение показало, что большая часть рядовых психологов с удовольствием, в общем, утопила этот закон и только радовалась. И крайне негативно, и с большими опасениями. Ну, это известная вещь, что на нашем государстве лучше действовать вне законодательного поля и ждать каких-то законов в будущем, чем вот когда эта деятельность регулируется. Поэтому такое сложное отношение, на мой взгляд. Что касается второй части, вот по поводу возможности психолога, клинический психолог остается клиническим психологом. Он не может стать юридически врачом-психотерапевтом. Но, на мой взгляд, он занимается психотерапией. И здесь не надо говорить никакими эфемизмами, что он психокоррекцией занимается, участвует. Он занимается психотерапией. В свое время была, по-моему, Борис Битч, у него была масса разных идей. И был какой-то период, когда он говорил о врачебной и неврачебной психотерапии, что, на мой взгляд, позволяло вообще снять все противоречия. Но, на мой взгляд, психолог занимается подготовленный психолог. Не вот, закончивший пять лет психфака, да, или там, как говорило, сточасовые курсы, там, неважно чего, НЛП. Инженерный психолог. Да, или чего-то там еще, или там дополнительного трехлетнего образования, да, бакалавриата. А прошедший нормальную подготовку, адекватную по психотерапии, психотерапией занимается. Но он остается при этом клиническим психологом. Я не знаю, там, специалист в специальной работе, остается специальным специалистом. Почему бы и нет? Вот, скорее так. Спасибо. Вот, что касается законного психологической помощи, Сергей Михайлович забыл, мы вместе, значит, участвовали в этой группе рабочей, были против этого закона. Я считаю, что не без нашего участия, вот тот закон, который федеральный предполагался, он, значит, и, собственно, перестал дальше развиваться. Но это включило сообщество, ведь не только мы, естественно, там, институт Сербского, институт Бехтерова, там, другие коллеги. Мы не входили в рабочую группу психологической помощи, мы входили в психотерапевтическую. Психотерапевтическую помощь, совершенно верно. Но проблема была в том, что в этом законе, значит, в чем там была вся казуистика, значит, я считаю, что закон-то был нужен, как бы, да, но, как потом выяснилось, он самим психологам был не очень нужен. Самим психологам нужна была только одна позиция, что они могут заниматься не медицинской психотерапией. И потом там еще идут два или три пункта, которые какие-то вопросы связаны, там, поддержкой здоровья, улучшением здоровья, то есть там масса была намрочена таких всяких вещей. И, собственно, мы потестовали, естественно, там, я лично не против законного психологии, а в том, что туда неожиданно, не глядя, включалась какая-то непонятная, непростроенная вот эта не, значит, медицинская психотерапия без, так сказать, должных таких оснований. И как только выяснилось, что этот пункт не проходит, потому что ряд экспертов против, то сразу интерес в нем пропал. То есть у меня такое впечатление, что он интересовал вот эту группу психологическую, ну, коллег, которые ее делали, может быть, в большей степени потому, что он получил право заниматься психотерапией. Вот это уже напоминает какое-то такое вот действительно стремление своеобразное, которое, мне кажется, оно в целом-то верное, как бы, да, потому что есть же путь очень качественный, который прошла Германия, в частности. В Германии существуют две модели психотерапии. Есть психотерапия медицинская, то есть клиническая, там психотерапевт, который лечит, и там бригада, и в этой клинической модели работает медицинский психолог, и социальный специалист, и психиатр, и все кто угодно, да, они занимаются клинической психотерапией, то есть лечат расстройства, да, и делают показатели расстройства. А вторая модель, так называемая психологическая психотерапия, в которой психотерапия осуществляется из других целей, не с целью лечения, а с целью коррекции, с целью психологической помощи, с целью оптимизации психологического функционирования. Чтобы сделать вот такую модель, нужно просто разработать специальные нормативные документы. Я думаю, что на каком-то этапе это обязательно случится, и появится медицинская и немедицинская модели психотерапии, которые, подчеркиваю, есть в Германии и в некоторых других странах тоже. Поэтому я, в принципе, за будущую психотерапию немедицинскую, но только она должна быть качественно сделана. Психологи должны создать подобную врачебную классификацию кризисов, конфликтов и психологических сложностей. Единую, общероссийскую или мировую, и тогда эта работа будет значительно упрощаться. А до тех пор, пока в психологии слово «проблема» и слово «кризис» и слово «конфликт» понимаются десятками разных способов и нет единого подхода, конечно, никакая похожая на медицинскую такую работу психологическая психотерапия не появится. Но я считаю, что надо этим заняться, психологическому сообществу. Добавлю несколько слов. Первое. Я действительно рад, что именно этот закон не был принят, потому что в нем было, как мне кажется, созидательное начало – это регулирование деятельности работы с психолога с точки зрения его профессионального образования. И финансирование. Эти три, там, сто часов в подворотне, и ты идешь и занимаешься, дали пистолет крутить как хочешь. Вот это созидательное начало. Стык между психотерапией и психологией в данном законе был проработан не в пользу психотерапии. То есть, на мой взгляд, если бы этот закон был принят то, как он был, это существенно потеснило бы психотерапевтов. Потому что психотерапевту, как специалисту, осуществляющему медицинскую деятельность, особенно в частных условиях, нужно иметь лицензию, нужно иметь лицензированные помещения, соблюдать очень-очень много всего. Психолог имеет право всего этого не иметь. Но с чем я соглашусь с Сергеем Михайловичем Бабиным? Это в то, что в наших реалиях зачастую хорошо подготовленные психологи и в рамках психиатрических учреждений тоже зачастую осуществляют качественную психотерапию. Групповые формы психотерапии, индивидуальные формы психотерапии. Но важно, назовем это смычка, психолог, психотерапевт и психиатр. Какие области работы делегируются и могут быть делегированы разным специалистам. Про западные модели. Зачастую в западных моделях сейчас хорошо подготовленным психологам расширяются полномочия. Если я не ошибаюсь, в Соединенных Штатах даже разрешено назначать определенные лекарственные препараты людям с психологическим образованием, прошедшим там определенное обучение. К такому я не призываю. Но к тому, что психологи будут занимать большее место в психотерапии, мне кажется, это логично, разумно и грамотно. Я бы сказал, что современная психотерапия не может быть без психологов. Это обязательно бригадная модель. Если не будет включаться в психотерапевтическую бригаду психологов, эта психотерапия будет продолжаться годами и десятилетиями. А для того, чтобы ее интенсифицировать, должна быть групповая психотерапия, средовая психотерапия, семейная психотерапия, где психолог выступает в качестве важнейшего партнера врача, даже в медицинской модели. Кирилл Шарков, врач-психотерапевт. Коснулись все кандидаты темы ступенчатого членства, случай избрания. Как вы видите эту систему и должны быть какие-то, с вашей точки зрения, критерии вступления и перехода от одной ступени к другой, то есть вступления в Российскую психотерапевтическую ассоциацию? Достаточно собственного желания человека и наличия профильного образования, либо какое-то количество часов, подтвержденное экспертами качество работы, специалисты, может быть таким критерием? Спасибо. Надо сказать, что мы этот вопрос специально обсуждали, все-таки решили, что должно быть, ну, по крайней мере, я не знаю, как коллеги думают, но мы решили, и я считаю, что я буду, по крайней мере, делать эту вещь, я все-таки думаю, что должно быть ступенчатое членство. Потому что проблема заключается в том, что нам нужно, с одной стороны, качественный, подготовленный психотерапевт, который бы был, понимаете, носителем, и психолог, и социальный специалист, был бы носителем, ну, что называется, вот этого нашего, значит, качественного стандарта, национального, да, значит, подготовки, значит, российской ассоциации, чтобы он действительно проходил качественную подготовку индивидуальную, теоретическую, практическую, супервизию, практика при супервизии, личный тренинг, чтобы он был действительно качественно подготовленным специалистом. И мне кажется, что должен быть называться действительным членом Верхова, то есть человек, который, вот, значит, является таким, ну, вот, олицетворением в сути ассоциации. Вот, и людей, наверное, которые начинают двигаться в эту область, наверное, здесь вот вопрос еще не очень проработан, надо придумать эти критерии, но, с моей точки зрения, там даже какая-то минимальная подготовка в области психотерапии и подтвержденная деятельность в одной из трех областей. Практика, как в какой-то степени психотерапевтическая, которую можем учитывать, образование, то есть он занимается преподаванием и организацией. И вот такие люди, особенно, которые идут на пути развития психотерапии, они, может быть, не получили полную полуформатную подготовку, но они должны тоже быть членами РПА, потому что таким образом мы бы увеличили в перспективе количество людей с хорошей подготовкой. Но, что касается действительного членства, то стандарт этой подготовки требуется, конечно, провести широкую такую работу, для того, чтобы понять его границы, и самое главное, чтобы они были очень реальны. Я просто помню, когда мы создавали один из приказов по психотерапии, то абсолютно из добрых побуждений мы решили, что в этом кабинете психотерапевта должно быть три комнаты, понимаете, там 10 кресел, компьютер, и обязательно психолог, психотерапевт и социальный работник. И как только этот приказ был введен, в Санкт-Петербурге количество психотерапевтических кабинетов уменьшилось ровно вдвое, потому что главные врачи сказали, что с ума сошли, мы не можем такие обеспечить стандарты. Поэтому это должен быть, видимо, стандарт, который постепенно, со временем будет развиваться, в том числе с участием современных форм обучения. Вот моя позиция такая. Я скорее дополню, действительно, это очень важно, ступенчатое членство. Идея такая, что на данный момент устав РПА не предполагает, то есть подразумевает, что это специалист с высшим образованием, да, и все. Соответственно, мы предлагаем, для врача, это сейчас вот кафедра выдает сертификат после 504 часа. И ты уже врач-психотерапевт, у тебя сертификат. Подготовка по психиатрии. Да, ну да, естественно, должно быть базовое по психиатрии. На наш взгляд, вот это условно первый уровень членства. И второй уровень членства, подразумевающий большее количество часов, он может быть более гибкий, разумеется, так как это не норма устава, он будет меняться. И мы предлагаем менять его не реже, чем раз в пять лет, а может быть и чаще. Там должны быть требования, опять же, не надо изобретать велосипеды, есть отечественный опыт той же ИКПП, например, или мировой. Это должно быть определенное количество часов, ну, условно говоря, тысячи, которые нельзя взять за одно обучение. Эти тысячи часов должно быть распределено как минимум, например, в два года, чтобы это тоже было понятно, что человек продолжает обучение. Должны быть расписаны помимо теоретической и практической подготовки личной терапии и супервизии с определенным количеством часов, которые должны быть подтверждены теми или иными документами. Опять же, здесь масса вопросов, кто это будет проводить, чьи документы мы принимаем. Это, ну, наверное, вот после съезда мы этими вопросами займемся. Я думаю, что это одна из первоочередных задач, вот если съезд примет решение о ступенчатом членстве. И второй момент, который мне показался, я услышал в вопросе, это прием в члены РПАД, так как, на наш взгляд, это профессиональная ассоциация, то здесь должны быть достаточно сложные и жесткие этические, в том числе профессиональные этические критерии членства. Поэтому предлагаем дополнить устав изменений, внести определенные изменения в существующий устав, что региональные отделения рекомендуют человека к членству, а Координационный совет принимает окончательные решения. И наоборот, региональное отделение, если его не принимают, он может обратиться в Координационный совет и оспорить региональные решения. Это позволяет, как бы, такие два фильтра, региональный и Координационный совет, центральный для членства, потому что речь идет именно о профессиональном членстве, которое должно быть достаточно существенно серьезно оцениваться. Вот это главное изменение, которое я предлагаю внести в существующие документы РПА. Два слова добавлю. Дело в том, что мы просто обсуждали эту ситуацию на последнем Координационном совете, достаточно детализированно, и скорее сейчас повторяемся. То, что ступенчатое членство должно быть, да, это хорошо, и хорошо, если по продвижению выше к пирамиде это все больше и больше свидетельствовало о гарантии качества, по крайней мере, образовательного уровня специалиста. Потому что зачастую в зарубежных ассоциациях вы не увидите, мы не рекомендуем Петю, Васю или еще кого-нибудь, а видно, он рекомендован, допустим, для групповой работы, для индивидуальной работы, он рекомендован для работы в данном направлении. — Еще буквально пару слов. Я просто подумал, что еще у вас момент. Ступенчатое членство — это да, это вопрос почти решенный, как я понимаю. Еще мне кажется, что ассоциация должна, конечно, подумать и создать какую-то целую систему статусов, чтобы человек, который движется по пути профессионального движения, мог бы действительно перемещаться, условно говоря, просто член ассоциации, действительный член какой-то, может быть, супервизор, эксперт, чтобы можно было иметь некую такую, ну, беспрерывную, неграничную программу совершенствования, чтобы наверху было настоящее психотерапевтическое счастье. — Ну, чтобы при этом эта программа его не отпугивала, а мотивировала до дальнейшего роста. — Чтобы мог ступенчато двигаться, чтобы была целая стена с различными сертификатами, которые подтверждают статус и возможность включения в образование, мне кажется, очень важный. Да, кстати, очень важный момент, хотелось бы, чтобы из практики появлялись специалисты по образованию, то есть не просто кафедралы, которые часто не очень хорошо, так сказать, работают в практике, не очень понимают эту работу, а вот чтобы там действительно из практики тоже шли, активные люди могли преподавать, проводить тренинги. — Можно регионы подключиться? Из Омска вопрос. Я сейчас передам патронфон. — Здравствуйте, Омск. — Из Омска, от Юлии Купрейкиной. Каково должно быть содержание обучения психотерапевта? Чему их нужно учить, чтобы психотерапевт имел возможность полноценно оказывать помощь? И какими знаниями и навыками должен обладать подготовленный психотерапевт, по вашему мнению? — Я, может быть, начну. Мне кажется, вопрос очень сложный, до конца не решен. Я, конечно, считаю, что тут требуется работа большая достаточно. Что мне кажется, что он должен обязательно, как он должен готовиться? Значит, мы уже тоже об этом говорили. Там должно быть обязательно какое-то количество теоретической подготовки, какое-то количество подготовки практической. Супервизия, личная терапия. Мне кажется, что еще этап практики под супервизией. Чтобы было две супервизии – учебная и такая практическая. Это как бы с формальной точки зрения. Что касается модели подготовки, то есть что должно внутри находиться, мне кажется, что должна быть, конечно, какая-то идея все-таки начинающего психотерапевта, какого-то минимально достаточного уровня, которая все-таки предполагала бы, что это человек годный для медицины, имеет некий базовый подготовительный уровень, который бы включал в себя возможность находиться на линейном приеме и оказывать помощь с симптоматическими проблемами, личностно ориентированными и социоцентрированными. С моей точки зрения, туда входит в этот табор где-то порядка 30 компетенций, к которым относятся психотерапевтический контакт, в частности, психотерапевтический контракт, проведение индивидуальной психотерапии, разработка или формирование психотерапевтической гипотезы и так далее. Какие-то такие базовые вещи, которые помогут психотерапевту начать старт, может быть, имея подготовку скромную, но в ряде таких областей. А что касается дальнейшего движения, то он вполне потом может углубляться в какую-то область. Я считаю, что могло бы на каком этапе появилось бы, например, несколько моделей психотерапевтов. Например, когнитивный психотерапевт, когнитивно-поведенческий, гуманистический, интегративный, может быть, еще какой-то. Но это, конечно, вопрос очень сложный, который все-таки предполагает такое дальнейшее движение. Но все-таки моя идея, что должно быть два уровня. То есть минимальный достаточный какой-то, чтобы допускать, может быть, больным было. А дальше уже потом человек совершенствуется в тех областях, которые ему тоже нравятся. Примерно так. Я два слова, наверное, скажу. К примеру, по эгидо деятельности кафедры, когда Владимир Иванович Курпатов руководил, и когда Сергей Михайлович пришел к руководству кафедры, была одна. Это то, что психотерапевт за время, по крайней мере, цикла переподготовки должен получить те навыки, минимальный прожиточный минимум, чтобы он мог выйти, скажем так, в поле и начать работу. Вот это, скажем так, базовый стандарт, который потом можно дальше увеличивать, увеличивать, улучшать и улучшать. Безусловно, важны личностные качества психотерапевта. Хорошо, если у него опыт есть работы с супервизором и личной терапией. Это очень важный элемент, скажем так, прожиточного минимума, который в последующем можно развивать фактически до бесконечности. Если мы говорим «приоритетные модели на будущее», вот здесь достаточно сложно, большой конфликт интересов. Потому что зачастую за рубежом психотерапевт в медицинской сфере проходит базовое либо психодинамическое образование с небольшим блоком когнитивки или, наоборот, большой блок когнитивки, маленький блок психодинамический, ну и целый ряд других моделей. В результате, в действии, если мы берем образование, переподготовка, как ведется сейчас на кафедрах, то чаще она исходит из тех ресурсов, которые есть у кафедры, придерживаясь общего стандарта. Которого нет, в настоящем моменте. Почему? Есть стандарты. После дипломного стандарта подготовки психотерапевта, как и так, сейчас его не существует, он не разработан. Не стандарт, а цикл 504 часа, есть определенный коридор для профессиональной переподготовки, который существует, да, его нужно менять, и он меняется в определенных пределах от учреждения к учреждению. Сегодня закон, даже предполагаю, что может быть 250 часов, да, и вполне может быть переподготовка. То есть тут надо действительно серьезно заниматься этим вопросом. Вот мне хотелось бы такой вам еще, ну, для столкновения вопрос. Можете ли вы назвать два-три своих качества или какой-то тенденции, или своего умения, своей компетенции, которая бы давала вам преимущество по сравнению с вашими коллегами? Ну, вы достаточно хорошо знаете друг друга, чтобы это позволило вам, ну, как бы рассчитывать на этот пост. Я понятно выразился? Могу. Я бы мог так сказать, мне кажется, что у каждого из коллег, которые тут сидят, есть что-то позитивное качество. Вот, и я считаю, что, скажем, качество, которое мне, значит, представляешь, что есть у меня, это хорошая методологическая подготовка в области психотерапии. Вот, так сказать, служение психотерапевтическому делу бескомпромиссное, да, все-таки там другие коллеги, там есть разные истории в жизни. Это имя по отношению к вашим коллегам, которые присутствуют здесь. Я говорю, да, только вот в области психотерапии. Вот, мне кажется, что я, значит, способен в этой ситуации действительно, как бы сказать, приложить, может быть, вот этап, на этом этапе, значит, подготовки, на этом этапе развития психотерапии, модель выхода, значит, из того кризиса, в котором психотерапия находится, с основой на, в том числе, там, моё диссертационное исследование, всё-таки она, диссертация называется «Психотерапия в России. Теретка медиалогического обоснования дальнейшего развития», что, мне кажется, является таким преимуществом. Вот, да, ещё, наверное, гибкость и способность договариваться, значит, с коллегами, с коллегами. Ну, примерно так. Ну, что про меня сказать-то? Я вообще большой, белый и пушистый. Это вот главное мое, таки, позитивное отличие. Но если серьёзно, то в отличие от других коллег, здесь тоже очень сложно на этот вопрос отвечать, наверное, это успешный опыт организации психотерапевтической помощи, это умение договариваться и устанавливать какие-то человеческие отношения и с коллегами, и не с коллегами, ну, как-то вот вступать в какие-то более человеческие отношения в профессиональном поле, так скажем. Ну, и, наверное, на мой взгляд, более правильное видение будущего страны в целом, психотерапии в частности. Достаточно сложно ответить на этот вопрос. Мне легче будет описать те навыки, которые мне нужно улучшать. Если говорить про, ну, возможные плюсы, это достаточно хороший уровень структурированности, достаточно хороший, ну, на мой взгляд, достаточно сбалансированный объём практической деятельности, как практикующего психотерапевта, как человека, занимающегося научной деятельностью и преподавательской деятельностью. И вот это, наверное, возраст. Возраст тут, вы сами понимаете, 38 лет. Это сложный фактор. С одной стороны, наверное, ещё слишком молодой и зелёный. А с другой стороны, лично я у себя замечаю, что с каждым годом бежать мне становится тяжелее. Ну, наверное, вот так. Спасибо. И появились личные вопросы. Вопрос Равелю Каисовичу. Как вы думаете, что у вас не получилось в управлении отделением внебольничной терапии? И почему, имея сплочённый коллектив талантливых сотрудников, вы прекратили сотрудничество с Институтом Бехтерева? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вот не знаю, кто задал. Автор вопроса – это Денис Федоряк. Это, кстати, мой коллега, сотрудник, мы долгое время работали. Но я считаю, что, значит, что не получилось и что получилось в отделении внебольничной психотерапии, получилось создать модель, вот получилось её организовать, получилось начать её делать. Но всё-таки, надо сказать, что это была трудная история, потому что отделение внебольничной психотерапии, кстати, присутствует Валякович Сазанов, он был заведующим бессменным этим отделением, вторым заведующим отделением. все-таки было очень сложно, потому что отделение вне больничной психотерапии мы насильно создавали в организационном отделе. То есть это вообще, мне кажется, единственная такая история в жизни, когда в научно-организационном отделе была создана клиника вне больничной психотерапии. Первая вообще в стране, мне кажется, единственный такой в этом плане опыт. И это был очень важный фактор, потому что на каком-то этапе при увеличении требований со стороны Минздрава, в том числе требований, конечно, стало понятно, что совмещать клинику и организационный отдел – это очень сложно, потому что организационная нагрузка возрастала. Это один из факторов. Но я думаю, что мы могли бы продержаться. Второй фактор был связан с тем, что, конечно, отделение вне больничной психотерапии было настолько, как мне кажется, самоорганизовывающейся системой, что каждый человек, который там работал, в том числе Денис Александрович Федоряка, они все превратились в больших мастеров. И на каком-то этапе, когда в одном отделении вне больничной психотерапии появляется несколько больших мастеров, а Денис Александрович сейчас возглавляет, между прочим, психотерапевтическую службу в институте мозга, то, конечно, становится немножко узковато это пространство. Я считаю, что это важным был фактор, фактор развития и роста. И с моей точки зрения, я считаю, что это хороший процесс. Если бы, скажем так, отношения были бы более простые с институтом Бехтерева, то вслед за ушедшей командой пришла бы другая. И мы бы стали воспроизводить ее таким же образом, как сейчас эта команда обретается в условиях института психотерапии и медицинской психологии имени Каравасарского клиники, психотерапевтической клиники на Басковом. Это шестая клиника в моей жизни, шестая команда в моей жизни. Спасибо, Денис. Позвольте каждому из кандидатов предоставить слово. Некое обращение, ну, здесь метафорическая у нас, небольшая аудитория, но широкая интернет-трансляция, и дальше видеозапись пойдет, так сказать, в народные массы. Обратиться к своим избирателям, обратиться к психотерапевтам, психологам, социальным работникам. Тем, с кем вам предстоит работать, что вы хотите сказать им, и какие-то, может быть, части вашей такой скомпонованной резюме предвыборной программы. Но, если можно, ограничено тремя минутами. Ну, давайте кто-нибудь из вас. Давайте я. Коллеги, у нас сейчас с вами есть возможность изменить, если не всю российскую психотерапию, то хотя бы Российскую психотерапевтическую ассоциацию. Здесь же звучало слово «реанимировать», вдохнуть в нее новую жизнь, новый заряд какой-то. Это может быть возможно, только если мы совместно с вами будем работать. Я иду не в единственном числе, я иду целой командой. Здесь присутствует и Дмитрий Ковпак, и на сайте там из вице-президентов Татьяна Караваева. Виктор Анатольевич Ташлыков дал свое согласие быть одним из вице-президентов. Очевидно, мы сейчас работаем, чтобы клинические психологи предложили свою кандидатуру. Это будет тоже уважаемый член сообщества. Если это все, это только вице-президент, а будут еще члены Координационного совета, который тоже будет изменен и обновлен. Если это получится, то возможно мы с вами будем иметь как минимум новую работающую современную ассоциацию. И дело уже за нами. Спасибо. Уважаемые коллеги, от себя хочу сказать, что приглашаю к активному сотрудничеству и приглашаю к активному сотрудничеству и тех коллег, с кем уже налажены отношения, и тех коллег, кто думает об этом. Хочу сказать, что несмотря на то, что сейчас очень сложная ситуация, как в ассоциации в отдельности, так и в экономической ситуации в целом, но утешает лишь одно, что когда рядом пальмы и бананы, то, как правило, развитие останавливается. Поэтому иногда, когда происходят очень глобальные перемены, к ним тяжело относиться спокойно и философски, но зачастую это дает такой хороший пендаль или толчок для развития. Вот будем надеяться, что все эти условия дадут хороший толчок для развития Российской психотерапевтической ассоциации. Дорогие коллеги, мои избиратели, люди, которые готовы подбежать в мою кандидатуру, я считаю, что вы совершаете правильный выбор. Вы будете выбирать человека, который всю жизнь посвятил психотерапии. Я всю жизнь занимаюсь психотерапией, только делаю только это. Я считаю, что мы с вами должны обновить не только ассоциацию, а мы должны замахнуться на радикальное или качественное изменение психотерапевтической ситуации в стране, потому что в настоящий момент времени для этого есть все необходимые возможности. В качестве базы ассоциации есть созданный Институт психотерапии и медицинской психологии РПА им. Борисовича Корбасарского. Это не государственное учреждение, которое не имеет никакого отношения к государственным структурам. Это значит, что с ним ничего не случится, что никого не смогут закрыть, убрать, делать что-то еще, потому что это учреждение будет служить базой для нашего развития. Это поможет нам двигаться устойчивым образом к развитию, совершенствованию психотерапии и в ассоциации в нашей стране, и самое главное в регионах. За мной идет целая команда специалистов. В эту команду включаются разные люди, специалисты в области психотерапии организации, образования и медицинской психологии. И я считаю, что мы вместе с вами победим, и наших поверженных партнеров обязательно пригласим к сотрудничеству, потому что, как вы знаете, Сергей Михайлович у меня был вице-президентом в этом выборном сроке, я надеюсь, что он послужит нам и в дальнейшем, тем более, что он действительно хорошо занимается и понимает региональную политику, вот он и займется ей. А Александр Николаевич, используя свою молодость, тоже будет важным участником этого психотерапевтического процесса развития. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, коллеги. Два часа пролетело незаметно, но были очень насыщены. Мы, конечно, не смогли охватить все вопросы, их десятки, но, тем не менее, на мой взгляд, какие-то важные мы успели затронуть. Большое спасибо аудитории, всем, кто нашел время, силы в этот непростой морозный день добраться сюда очно. И большое спасибо тем, кто смотрел интернет-трансляцию и те, кто сейчас смотрит нас в видеозаписи, поскольку мы запечатлели эти важные, первые в истории Российской психотерапевтической ассоциации очные дебаты. И я надеюсь, это войдет в аналы ассоциации и будет в дальнейшем использоваться как форма для таких стандартов подготовки. Дмитрий Ильич, еще буквально маленькое слово. Я считаю, что люди, которые написали из регионов, послали, они должны, наверное, эти вопросы должны быть нам разданы, чтобы мы ответили на них и поместили на сайт. Мне кажется, что это важно. Или на съезде. Организационный вопрос, да? Если напрямую не смогу я, например, участвовать в выборах 6-го числа, то как я это могу сделать? Давайте отвечу вам просто по уставу. В настоящий момент Санкт-Петербургское региональное отделение, оно очень качественное. В нем насчитывалось, по словам его руководителя, вот в последнее время активно занимается Владимир Владимирович Курпатова, порядка 500 членов на каком-то этапе. Я так понимаю, что это было в какой-то степени связано с должностью, ну или с позицией заведующей кафедры, вот когда, возможно, просто курсанты слушали, туда включались. В настоящий момент СНО создано из Санкт-Петербурга на две кандидатуры, которые представляет региональное отделение РПА. Поэтому, если вы сдадите достаточное количество взносов, если, например, вот те из вас, кто сегодня не сдал, заполните анкету. Кстати говоря, я хочу сказать о том, что мы договорились о том, что те, кто вступит в РПА до съезда, будут действительными членами с самого начала, без всякой дополнительной подготовки, ну, то есть, чтобы это не имело заднего движения, значит, чтобы законодательный акт не влиял на другие вещи. Сейчас пока члены едины, это будет самый высокий статус. Поэтому вам прошу обратиться в региональное отделение Владимира Ивановича Курпатову, и, значит, может быть, так сказать, они сейчас там решают, кто будет представлять, но у них сегодня пока две квоты только. Ну, не включая Владимира Ивановича самого, потому что занос вносов вот на такую сумму. Вопросы, я думаю, будут множиться. Можно их присылать на сайт РПА, можно их готовить к съезду, передавать в случае необходимости членам Координационного совета. Ну, я думаю, мы тоже обсудим, что те, кто сдал членские взносы, но не может технически присутствовать на съезде, возможно, члены Координационного совета каким-то образом смогут эти голоса все-таки внести. Вот если вы будете делегатом от регионального отделения, тогда вы можете доверенность, мы решили так, что вы можете личную доверенность передать кому-нибудь из тех людей, которым вы доверяете, и членам Координационного совета. Простой член ассоциации, он лишен права выразить своего голоса. То есть он должен его как-то отдать, сгруппировать, и потом это все будет проголосовано. Это в плане развития контакта с простыми членами РПА, мне кажется, на это стоит обратить внимание. С точки зрения даже нашего демократического государства, в котором мы находимся на сегодняшний день. Спасибо большое. — Я, к сожалению, должен вас огорчить, но все-таки есть принцип выборности. Ну как обычно, выбирают выборщика, выборщики потом участвуют в США, в других странах. То есть делегаты голосуют от региональных отделений. А вы, конечно, можете высказать позицию, повлиять на ход избрания. Приходите и скажите, что вы думаете. — Давайте мы эти острые вопросы оставим все-таки на съезд. Большое спасибо еще раз всем, кто пришел. Огромное спасибо кандидатам за такие яркие дебаты. И удачи каждому из вас на предстоящем съезде. — Спасибо за активность. — Спасибо, господа. — Товарищи, спасибо большое. — Сын по-достому встрече. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо тебе.